привет друзья меня зовут евгений приветствую вас на канале мир евгения и как видите сегодня у нас будет видео из дома а поговорим мы сегодня с вами о комплектующих и собственно скутере арик 318 немножко потихонечку мы апгрейдим наши скутера там и так далее я тоже показывал уже в своем видео кое-что этом менял добавлял переделал и вот у нас есть телеграм-канал кстати друзья мои вот он арик 318 россия у нас уже h21 участник у нас здесь есть флот обсуждения апгрейды ремонт короче мы тут уже потихонечку с людьми переписываемся решаем вопросы и так далее вот один из наших товарищей у которого тоже есть арик через площадку таобау ну через попали посредника вот china delivery кстати вроде сервис неплохой он заказал себе запчасти мы перспективе тоже будем заказывать потому что есть смысл запчасти на таобау таобау кто не знает это то же самое что алиэкспресс только в китае хозяин один и тот же но цены там конечно гораздо более интересные на работает он только на внутренний рынок китая вот но есть у нас посредники которые вот в частности вот этот посредник чайной delivery по крайней мере сейчас не считая доставки там таможни всякое так далее он берет 3000 до 50 тысяч это не реклама абсолютно не реклама сами хотите где заказывайте есть другие места и вот у нас наш товарищ дмитрий заказал собственно говоря там для арика запчасти вот он заказал держатель для телефона вот собственно на него ссылки эти все комплектующие они открываются на таобау лучше регистрироваться в телефоне а потом можно также зарегистрироваться с помощью приложения в телефоне здесь кому интересно заходите в telegram этот файл есть у нас в telegram или напишите я вам скину кому интересно будет ссылочками на самом деле на таобау там много всего кстати я по моему горел с алиэкспресс таобау вот он заказал видите держатель для телефона такой заказал он и вот кстати смотрите цены это цены все в юанях ну плюс количество и так далее вот потом он заказал стекло заказал вот этот шумку я так понимаю как уплотнительную для подседельного отсека для горшка наклейки он для колес фильтр для вариатора он потом фильтр он заказал масляный для двигателя фильтр воздушный и расширитель подножки и еще что то он туда а и кофры самое крутое он заказал кофры шат комплект с креплением и так далее вот смотрите что приблизительно вышло на тот момент по тому курсу видите то есть это просто чисто закупка то есть они берут закупают в китае получают это потом из китая отправляют это в россии в россии в москве он уже получает также можно договориться в регионы но я думаю мы группе будем кооперироваться потому что чем больше заказываешь тем выгоднее и особенно одинаковых позиций поэтому я думаю что мы будем договариваться кооперироваться кто-то будет в москве из наших товарищей получать а потом уже через дек там и так далее я думаю договоримся отправим друг другу надо короче друг другу помогать вот а вот у него уже видите полный расчет там по моему чуть-чуть что-то поменялось у него но все равно в районе 50 тысяч то есть это все вышло то есть у него цена от китая получается получилось полтора раза дороже но у нас эти позиции многие в три-четыре раза дороже но я допустим у меня есть вот сохранено название на таобао и вот ищет все комплектующие которые на наш скутер там есть вот кто не знал друзья тут очень много то есть этот скутер я так понимаю в китае более-менее распространен популярен это я так понимаю копия скутера корейского комико у нас есть сайт но их особо не продают в общем здесь есть на таобао абсолютно все на него и вариатор и ремни вот видите и фильтры причем ремень стоит друзья мои в пересчете на наши норма тысячи полторы там плюс-минус без доставки ну пусть доставка он там две но три тысячи будет стоить ну принципе наверное дешевле будет а у нас я и последний поиск на этот ремень находил был он 15000 поэтому много здесь всего есть он даже видите есть защитные рамки но насколько они надежны я не знаю а так принципе все есть ведь его на рама и вот пластик обвес полностью есть и чехлы для сидения то есть есть все что угодно поэтому добавляйтесь к нам в телеграм-канал я думаю будем на толпау вместе с вами что-то закупать особенно если у вас будет скутер арик вот вот такая вот штука значит получилось интересно и поэтому все здесь есть вот то еще раз цены кому интересно файлики у нас эти все есть в этом контакты этого сервиса есть вроде не обманули нормально ну а теперь собственно это было такое вступление хотел записать небольшой но получилось такое как и получилось сейчас вот монтирую для вас видео и как раз этот кусочек вставлю сюда в начале а дальше будет распаковка вот дмитрий и он рассказывает что в каком виде у него правда супер какой-то камеры нет он снимал на телефон но в принципе он молодец он его закрепил и в принципе более-менее а все видно и понятно я думаю что вам понравится все друзьям и приятного просмотра пришел мой заказ из китая по просьбе евгения записываю видео распаковки только дошли у меня руки забрал сегодня днем если говорить о предыстории заказал я на таобау несколько позиций в основном то чего на алиэкспресс не найти вообще или цена явно на алиэкспресс завышена всего у меня в заказе было 9 позиций сейчас вот по очереди все это распакую самая дорогая позиция это три кофра шат один большой и два боковых и самая уникальная позиция это кронштейны к боковым потому что заднюю площадку найти можно отдельный на алиэкспресс заказать а вот боковые кронштейны для крепления боковых кофров их подарек найти естественно невозможно их шат не выпускает но вот китайцы делают причем тут присутствует заказе интрига я так и не смог добиться не от посредника не от продавца через посредника все-таки идут в комплекте задняя площадка или нет то есть покупку продавец отвечал постоянно три коробки и кронштейн под кронштейном он имел ввиду то ли боковые то ли боковые и центральные мы сейчас посмотрим есть центральный или нет если нет то значит установка тридцать девятого шата будет откладываться по цене получилось по закупочной кронштейн и 3 кофра шат примерно 24000 но с учетом доставки это примерно вышло 35 тысяч за эту цену в принципе можно шады купить без кронштейна и у нас но надо учитывать что sh 39 это можно купить без проблем а вот 23 две штуки боковых а их в россии нет их только если по предзаказу откуда-то заказать и ждать так же пока они придут ну вот тридцать девятый шок открываем коробку и посмотрим кто тут у нас китайцы положили коробка довольно таки потрепанная ну я подозреваю что потрепана она была еще по пути от китайцева от китайского продавца к китайскому посреднику забирал я сегодня с непростым квестом этот торговый центр карго по сути дела большое представительство всевозможных транспортных компаний которые везут из китая забрать было непросто потому что стоянка там практически невозможно они все забиты парковщики постоянно гоняют мне вынесли и поставили мол забирайте палетка была собранный заказ весь был в палетку деревянную в машину не влезал мне надо было разобрать инструмента нет и так далее в общем тот еще квест ну ничего мы победили вот 39 шар несмотря на то что коробка довольно таки потрепанная с самим кофом вроде как ничего такого у нас не произошло потертости нет выглядит он хорошо честно говоря думал поменьше так в комплекте у него пластмассовая его родная площадка комплект и ключи я для него на алиэкспресс заказал такие вот такие чехлы для того чтобы вроде должны вставать нормально ну вот вроде как нормально чехлы где-то 1700 стоят и с алиэкспресс они конечно шли быстрее по времени заказ и из китая где-то неделя ушла после оплаты предоплаты закупки неделя ушла на то чтобы продавцы китайские доставили на склад посредника посредник довольно таки быстро собрал но вот заяви заявлял посредник доставку 9-12 дней а фактически фактический груз шел не 12 дней а 16 и вот вчера он дошел мне сообщили что оставшуюся сумму надо доплатить за доставку удорожание за счет комиссии посредника и стоимость доставки примерно в полтора раза даже меньше где-то в 145 и цены если что-то из того что я заказал есть на алиэкспресс она там в три раза дороже чем было заказано так ну вот шап 39 принципе мы посмотрели посмотрим мы два кофра 23 тут коробка тоже что-то с ней не совсем все хорошо все было в ну вот немножечко потёрлись слегка шап 23 как я уже говорил в россии клец если заказывать то только ждать доставка как они открываются я не особенно в курсе к это крепление вот резиночка ключи с замком замок на них личинку для них на них дополнительно ставить для того чтобы поменять ее в большом кофре и чтобы открывать все это одним ключом закрыт на ключ комплекте креплений ничего здесь принципе больше нет для них я тоже с алиэкспресс заказал вот такие чехлы вот такие чехлы ну правильно я подставлю надо поставить вот этот или правильно или все таки ну неважно разберемся так откроем в этом тоже наверно что то есть в этом у нас нет ничего ну вот в принципе с кофрами все понятно следующая большая коробка что в ней я не знаю сейчас я посмотрю вместе с вами знаю как работает система я ожидал еще отдельную плату за растаможку как правило такие вещи не афишируют обычно но как ни странно за растаможку мне платить не пришлось хотя общий вес всего заказа получился вместе с упаковкой 37 килограмм более 37 килограмм соответственно общая посылка вес был более 37 килограмма и более 200 евро но мне посредник гордо заявил что вся растаможка входит в стоимость доставки и дополнительно платить ничего не пришлось что весьма меня порадовало это кронштейны и вот интрига интрига завершилась задняя площадка есть вот такого вида довольно таки массивная видно вот так это уже радует значит хоть и продавец и не мог нормально ничего ответить по поводу количества крольстейнов но тем не менее крепеж так ну все хорошо площадка есть можно устанавливать дальше у нас идут боковые держатели для кофров SH-23 сюда монтируется даже дырочка есть вот та пластмассовая штуковина которая является замком вот они так довольно таки массивно ну покрашена конечно она так себе и даже немножечко уже поцарапано ну в принципе качество исполнение такое капитальное сварка такая хорошая один один второй это правый тот был левый это правый держатель добротно сделан сварка покраска в принципе неплохие крепеж крепеж вот и перекладина которая их соединяет сзади чтобы они не ходили очень функциональный крепеж все коробки все такие кстати весьма весьма толстые так что у нас идет дальше еще одна большая коробка подозреваю что здесь находится стекло коровое стекло ветровое стекло коробка какая-то прям брендовая иерогликов у меня дочь изучает китайский язык надо попросить ее что китайцы здесь написали вроде как поехала нормально говорю здесь заказ был в одну палету не очень толстыми деревяшками но было отбит то есть вся такая была конструкция хоть немножко хотела стекло прям прям стекло такое прям производит впечатление прям похоже на реальное стекло хотя понятно что это ну вроде как весьма неплохое качество и в пленке естественно интересно интересно что-то по-английски надо перевести ну по-английски написано вот такое вот стекло соответствует профиль или не соответствует будем ставить будем смотреть я заказывал не сильно высокое стекло но относительно родного должно быть где-то примерно на 8 сантиметров выше вот так ну очень толстая тут где-то 5 миллиметров там кстати был выбор 4 миллиметра или 5 было китайцами написано что какой-то очень-очень крутой материал ну вот он даже по весу такого довольно таки тяжелая прям так здесь у нас пленка только с этой стороны с этой стороны пленки нет вот такой вот стеклышко дошло все нормально не поцарапанный не треснувшие все хорошо фабричная не кустарного производства фабричная очень торцы очень хорошо уработаны меня это порадовало так сейчас то есть это мы уже а вот в пакете дополнительные прокладки интересно инструкции по установке нет но какие-то дополнительные проставки в комплекте имеются так что у нас там следующий вот такая очень помятая коробка сейчас посмотрим что вы не находятся и то есть это у нас сейчас две позиции стекло кстати обошлось в 3 300 по закупке и с учетом доставки примерно 5000 что в два с лишним раза дешевле чем на алиэкспресс но подозреваю что производитель стекла этого и то которое продается на алиэкспресс один и тот же ну цены конечно гораздо ниже даже с учетом доставки на алиэкспрессе чего-то их явно завышать какая-то коробочка и в ней а в ней у нас воздушный фильтр вот название литей 318 и воздушный фильтр 1 2 и 3 3 3 воздушных фильтра и стоимость этой позиции по закупке у нас получилось как 3 воздушные всего лишь меньше тысячи рублей а с учетом доставки чуть меньше 1500 то есть на алиэкспресс по моему за 1500 1700 один такой лежит но вот получилось что себестоимость стоимость одного фильтра 500 рублей с учетом доставки так вот в этой коробочке у нас другая коробочка а в другой коробочке у нас а это наклейки на колесо у нас такие интересные наклеечки а эрик 318 и с инструкцией как наклеивать инструкция типографская там было много разных можно было выбрать но я выбрал такие на алиэкспресс они тоже есть но стоимость цена там у них конечно кусается так это нас наклейки колесо они стоят 500 рублей по закупке и 700 рублей с учетом доставки так дальше это у нас получается так я говорил что кофры вместе с Казанштейном обошлись в 35000 ну и как уже говорил у нас за эту цену можно купить эти кофры если постараться примерно за ту же сумму наверно выйдет но саш 23 придется подождать так еще две коробочки здесь у нас здесь у нас коробочка весьма они все помятого вида но содержимое у них так здесь у нас здесь фильтр масляный масляный фильтр фильтр вариатора и и все масло маслофильтр получился 330 рублей фильтр вариатора получился 240 рублей это итоговая цена так и вот это вот самое наверное долгожданное это у нас держатель на нашем мотороллере очень сложно куда-нибудь пристроить телефон или навигатор и вот эта штуковина эту проблему решает ноу-пауэр это известная фирма ставится она под крепление между стеклом и под стекло в общем ставятся эти штуки и там можно найти двух видов одна такая вообще монстрообразная держатель он снаружи идет под зеркало тоже крепится идет снаружи перед стеклом такая громадная перекладка вот это вот выглядит получше и держится получше прокладки вот такая перекладинка все такое неплохого качества довольно таки проблема с навигацией практически решена потому что с голосовыми подсказками по городу ездить довольно-таки сложно постоянно постоянно еще ошибка в GPS вводится в Москве глушится поэтому не совсем вовремя говорит навигатор повороты или вообще не говорит или вообще показывает не туда и не там ну когда есть картинка карты хотя бы примерно уже гораздо проще понимая что да ты ездишь на самом деле не там где сейчас тебе GPS показывает а вот здесь и видно куда тебе на самом деле надо поворачивать то есть вероятность приехать куда надо гораздо выше чем просто нежели когда телефон в кармане и ты просто слушаешь подсказки навигатора следующие две коробочки точнее коробочка и пакетики пакетики у нас такая интересная штука что это ну не знаю надо изучить ну вот этот у нас для подножки на алиэкспресс она продается за какую-то ужасную сумму аж в целых две семьсот что ли а здесь получается вместе с доставкой эта штуковина обошлась в пятка четыреста тридцать рублей включит а это что такое все таки кто знает подскажите что это держатель для размещения телефон-магиатора у нас есть перекладина а это держатель держатель этот вместе с перекладиной вместе с держателем она обошлась целых шесть тысяч ну тут держатель какой-то очень-очень я думал он кстати на самом деле побольше он амортизационный 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 шарик кстати не металлический держатель который как раз вкручивается вот сюда в эту перекладину вот этот позволяет его расположить как угодно мощная но пластмасса не металл амортизационный осо про прям какой-то изготовитель очень китайский язык тут еще и держатель для gopro в обратную сторону направленный вот высота регулируется ну такой довольно таки пластмассовый но такой довольно таки основательно сделан амортизация присутствует огонь найти время все это восстановить так да комплект вот этот получается у нас вышел 6000 но это все равно меньше чем на алексферском вообще такого нет есть какой-то такой большой так и у нас еще должно быть прокладки для унитаза прокладки для унитаза вот они представляют себе они что-то типа войлока фетра толстого на клеевой основе вот они предполагается что если всех их наклеить ну они кстати прям там рассыпаны были как-то так вот схема наклейки я так понимаю то все поверхности будут в унитазе оклеены надо интересно все ли потому что он там было просто насыпано пакет порван порван наверное он вот потому что сумочка какая-то даже потому что посредник проверял 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 о и даже вот такая сумочка куда-то крепится там же с пуговицей забавно а а вот для нее для сумочки велкара целая площадка крепится куда-то на клеевой основе липучка ну что-то не знаю хранить вот и после того как все это клеится греметь там больше ничего не будет пространство она сильно не уменьшит потому что толщина где-то миллиметра четыре у нее или три-четыре миллиметра вот в принципе и все спасибо за внимание